Ну вот, допустим, мы хотим провожать маршрут, надо съездить какой-то по маршруту, куда-то в одну организацию заехать, потом в какую-нибудь другую, и желательно как-то все это пооптимально. Это даже некая разминка для мозга. Пусть даже мы знаем и так, как туда проехать, но лучше еще раз попробовать по-другому как-то посмотреть, как это можно сделать. А если не знаем, то как раз и выяснить. Очень полезно, в этих картах есть кнопка справа внизу, там где указатель. То есть если его нажать, то он нас перенесет туда, где мы находимся сейчас. Вот, допустим, нам нужно куда-то уехать. То есть самый простой вариант – проложить маршрут мы хотим. Допустим, до бизнес-инкубатора. Ищем ближайшую остановку. Они обозначаются значком синим таким вот, да? Вот нажимаем. Это, видимо, она. Что у нас вообще показывается здесь в этом случае? Показываются номера маршрутов, время. Откуда это время берется? У некоторых автобусов, ну, как правило, у муниципальных и еще у некоторых частников настроено так, что их оборудование на автобусах. То есть они еще передают данные в диспетчерские, а тут, соответственно, Яндекс с ними сотрудничает и данные тоже эти получают. То есть надо, понятно, что тут критически оценивать. Что значит, что 36-й автобус приедет через 9 минут? Получается, что одного вот этого сайта для транспорта мало, нам нужно еще один. Вот. Значит, как же нам это сделать? То есть вот мы смотрим, тут 8 минут. То есть это нам может быть полезно в каком случае? Если действительно на улице мороз, какое-то или неудобное условие, мы можем рассчитать, сколько у нас занимает путь до остановки. И выйти не так, чтобы там его еще 15 минут ждать на морозе, а, допустим, ждать только 5 минут. Но, естественно, мы при этом не хотим его и пропустить. То есть тут надо как-то рассчитать время разумно. Давайте вот лучше 28. Вот написано у нас, про это 28 время 13 минут, то есть через 13 минут он приедет. И потом написано еще времена, которые Яндексу сообщил перевозчик. Соответственно, если он правильно ему сообщил, не набрал, то все будет нормально. А сейчас, допустим, нам куда-то нужно уехать далеко. Ну вот нажимаем мы, допустим, на маршрут 28. Допустим, мы не знаем, как он ездит, куда. У нас на карте города это все начертилось. Мы можем поувеличивать здесь и понять, по каким основным улицам он проезжает. То есть вот мы видим, что он ездит через мост. Тут как-то странно нарисовано, старый рынок. И потом мы можем, допустим, наметить себе какие-то пункты-перезадки. Рассмотрим практическую задачу. Куда нам нужно уехать? Отсюда нужно уехать в бизнес-инкубатор. Где он находится? Ищем бизнес-инкубатор. Вот. Он там нашелся. Адрес показался. Нажимаем на эту строчку. Соответственно, смотрим, что тут есть. Какие-то остановки нарисованы. Ну вот нажмем на эту остановку. 49-й, только один автобус, каждые 30 минут. Это несерьезно. Мы не хотим ждать никакого 49-го. Тем более, похоже, что на картах он никогда не отмечается. То есть он, может быть, едет, а может и не едет. Вы не узнаете до тех пор, пока час не простоите на остановке. Вот. Поищем более близкую остановку, другую. Вот. Где-то здесь, в этом районе это все находится. Да? Вот одна остановка у нас есть. Тут двойка ходит. И, соответственно, допустим, другая есть остановка. Но эта остановка не в ту сторону. Вот. Нажимаем так. Вот, допустим, есть какой-то 16-й автобус. Мы вывели на экран его маршрут. И можем себе наметить, как нам добраться до вот этого бизнес-инкубатора. То есть, очевидно, тут есть прямой маршрут, а есть с пересадкой. Но как понять, какие варианты есть с пересадкой? Мы, допустим, хотим заранее все это выяснить. Очевидно, это вот улица Гоголя. То есть, тут мы смотрим, что идут разные троллейбусы, автобусы. Мы можем наметить как раз, сравнить, что вот четвертый троллейбус нам подходит. Да? Он от нашей остановки идет сюда. Допустим, еще какие-то их перебрать. И наметить, что мы здесь вот доезжаем до Гоголя, переходим на остановку другую. Потом пересаживаемся. На что? А какие варианты пересадки у нас будут? Мы можем тоже себе этот список заранее составить, а не думать, когда уже приехал транспорт какой-то. Ну, вот, очевидно, это какой-то 16, если уж так, вот это какой-то 30 есть. Но из спортивного интереса мы хотим, естественно, чтобы пересадка была бесплатной. А когда она бывает бесплатной, известно, что только если использовать карту электронная Вологда, причем не банковскую, а именно транспортную, и получается ехать нужно на каком-то маршруте муниципальном, только там, где эта карта действует, тогда у нас все это получится, наша задумка. То есть мы можем здесь вот так проехать и наметить здесь муниципальные маршруты, на которых будет эта пересадка действовать. То есть они здесь обозначаются, эти муниципальные маршруты, зеленым цветом. Соответственно, троллейбус синим, а разного вида частники, ну, каким-то фиолетовым. Вот, смотрим, что нам подходит в качестве пересадки. 42. Проверяем, где он идет. Так, через нужную установку идет. То есть мы можем вот так вот вручную проверять, какие маршруты пересадки есть, перебрать несколько маршрутов и составить тебе список. Соответственно, самый лучший алгоритм, который у нас есть, чтобы доехать вот из этой остановки в наш пресловутый бизнес-инкубатор, это узнать, во сколько все-таки придет двойка. Но это мы с вами позже посмотрим. Но когда мы пришли, если уже расчетное время этой двойки прошло, то мы можем сесть на что угодно и ехать уже другим маршрутом с пересадки. И таким образом мы избежим лишнего стояния на остановке в мороз. Вот. То есть вот такое есть применение вот этой штуки. Или еще более есть удобное применение. Допустим, обратный маршрут. Допустим, у нас практическая ситуация. Мороз, и нам нужно побыстрее куда-нибудь ехать уже. Вот с площади, которая называется сквер 825-летия Вологды. А остановки там две. Соответственно, вот эта остановка, на которой останавливается двойка, и мы напрямую поедем назад в Заречье. А есть другая остановка, на которой останавливаются вот всякие 42-й, 16-й и 8-й. И там мы можем доехать до Гоголя и опять-таки пересесть на что-то другое. Какой маршрут выбрать? Ну вот получается, по закону подлости, если мы будем ждать на одной остановке из этих двух, то автобус придет на другую. И наоборот. А как тогда с этим бороться? Вот если у нас есть приложение Яндекс.Карты, и интернет есть, мы можем, когда подходим уже туда, сначала нажать на какую-то одну остановку, которая нам нужна. Если там написано, например, придет двойка через 8 минут, мы можем решить, что там подождать. Или там где-то походить вокруг, да? А прийти уже, когда осталось минуты 3. Или там, если не написано, что двойка будет, значит, она с конечной. А это конечная отдельно комбинат. Она еще не выехала. Ну, либо очень редко, но бывает, что она все-таки выехала, но там не работает спутниковый датчик. Но, как бы сказать, в этот случай мы никак не можем точно проверить. То есть в этом случае, если не написано, что она едет, то, скорее всего, ее и нет. Мы можем просто не тратить время, перейти на другую остановку, посмотреть, через сколько там что приедет, и себе наметить какой-то другой маршрут, который позволит избежать лишнего стояния на остановке.